Урал. Революции. Судьбы. Выставка, посвященная столетию трагических страниц нашей истории, проходит в Краеведческом музее Екатеринбурга. Вслед за героями, очевидцами и участниками посетители проживают драматические события тех лет. К нам присоединилась и наша съемочная группа. Слово Надежде Калининой. Каждый посетитель может выбрать, кем он хочет стать. Врачом, инженером, банкиром, студентом, крестьянином и релеборчем. В отличие от этого я даю им карточку, благодаря которой они проходят квест в той экспозиции. Ищут экспозицию, ищут специальные предметы. И после этого у них есть несколько исходов. Либо они умрут, либо они останутся в живых, либо они их ранят. Настя приветливо рассказывает посетителям о том, что их ждет, если они решат принять участие в игре и станут на время одним из жителей Екатеринбурга 1917 года. На основе сохранившихся мемуаров, артефактов, исторических документов был составлен маршрут для каждого из действующих лиц тех событий. Проследить путь простого студента или врача можно, переходя от стенда к стенду и читая карточки. Мы были банкирами, нас, естественно, расстреляли, как всех банкиров в то время. Это было ожидаемо, мы шли на это сознательно, но все же мы взяли карточку банкира и пошли. Но многим банкирам все-таки в те дни удалось уехать из страны. Так Владимир Анечков сумел эмигрировать. Он застал и приезд императорской семьи, а также великих князей на Урал, и национализацию, и красный террор. В своей книге он описывает и скорое разочарование в революции простых людей, и обыски в квартирах, и скорый суд большевиков. Конечно же, их очень отрицательная политика по отношению к церкви. Они считали, что это обиум для народа, но тем не менее религия в революции очень большую роль, особенно в деревне. А Россия тогда была практически в деревне, почти вот очень много было этих пунктов деревенских. И в деревне всегда самая главная роль играет священник. Но они, конечно, уничтожали их с очень агрессивностью большой, то есть это и расстреливали вокруг в алтарях, и хранили живьем. Что в результате тоже народ, эти настроения народа подтачивали. В дни февральской революции агрессия в обществе достигла такой силы, что злости вымещали не только на людях, но и на памятниках. Например, если внимательно посмотреть на этот бюст императора Александра II, то можно увидеть следы от пуль. И чтобы не писали историки об отношении тогдашних жителей России к царю Николаю II, важно отметить. Жестокое убийство в доме Ипатьева повергло многих в шок. Но у людей всегда оставалась надежда на то, что этот ужас не может длиться долго. Так банкир Владимир Аничков в своей книге написал. «Я уверен, что настанет время, когда русский народ причислят к велику святых как государя и его семью, так и великих князей». Это пророческое высказывание сбылось почти через сто лет, которые ушли на то, чтобы начать осознавать всю драматичность революционных событий. Познакомиться с их очевидцами все желающие могут до 7 ноября в музейно-выставочном центре «Дом поклевских козел». Продолжение следует...